В городском округе продолжается расчистка водных объектов. В этом году запланирован большой объем работы по комплексному наведению чистоты и поддержанию порядка на уже благоустроенных водоемах. Наша съемочная группа увидела, как избавляют от мусора и лишней растительности большой Красковский карьер. История масштабной очистки большого Красковского карьера началась в прошлом году. Тогда работы проходили со стороны промышленных объектов. Для того, чтобы избавить водоем от огромного количества бытовых и строительных отходов, подрядчикам понадобилось 6 месяцев. В этом году техника задействована со стороны жилого массива. Мусора, конечно, поменьше, чем на противоположной стороне, но работа предстоит большая. У нас приступила техника к удалению топляка, удалению камышей. Одному богу известно, наверное, что мы достанем со дна, это время покажет. Также будут удалены поваленные деревья после урагана недавно прошедшего. Ну и весь мусор для берегов, который, возможно, будет собрать, мы соберем. Живу здесь недалеко. Каждые выходные с мужем тут гуляем. Скоро у нас появится ребеночек. Будем тут, конечно же, тоже гулять постоянно. Очень рада, что началась очистка территории. Мы надеемся, что местные жители сохранят это и не будут тут мусорить, потому что можно наблюдать, что очень много мусора, и люди тут как раз-таки это все убирают. Мы очень рады. Очистка водоемов – процесс непрерывный. Некоторые объекты требуют ухода каждый год, как вот этот пруд на улице Лорха. Вот как он выглядел буквально три недели назад, когда подрядчики приступили к работе. В воде были обвалы деревьев, тина и бытовой мусор. Сегодня это чистый водоем, где с удовольствием проводят время местные жители. Ну что я вам могу сказать. Сделали колоссальную работу, но нужно продолжать. Это просто жалко. И нужно обязательно, иначе он через год, через два превратится в болото. А это идет, сами понимаете, зелень – это наши легкие. Данный пруд – один из немногих чистых в плане бытового мусора. Жители действительно смотрят за этим водным объектом и помогают нам в наведении чистоты. Но в силу того, что это живой водный организм, и он требует внимания и регулярной расчистки. Поэтому в этот раз мы убирали очень много тины, большое количество камыша, водной растительности. Пруд зацвел. Он прям очень нуждался во всех этих работах. Летом водоемы и территория вокруг них требуют особого внимания. На объектах, которые привели в порядок в прошлом году, проводят уборку после каждых выходных. А в плане по комплексной санитарной расчистке на текущий год – шесть водоемов. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.